Мама гитариста Андрея, Калима Веллер, представила вместе с сыном разнообразные творческие изделия на выставке. Тонкую вышивку с русскими мотивами, а также пуховую паутинку. Андрей увлекается не только игрой на музыкальных инструментах, гитаре и казахской дамбре, но и вышивает из бисера. Вот эта работа у него любимая, потому что музыкальные инструменты вышиты просто бисером, и он придумал натянуть струны сверху просто обычной ниточкой. Сегодня выступать будут ребята первой группы недееспособные, то есть которые самостоятельно не могут принимать никаких таких решений, ну и тем более самостоятельно выполнить работу им тоже будет проблематично. Поэтому, конечно, это выполнено все в студиях, выполнено под присмотр педагога, и поэтому все равно они делали сами, вкладывали частичку своей души. На выставке были художественные работы на египетскую и космическую тему «Животный и растительный мир». Украшением выставки стали букеты из мыла, необычные изделия из железных труб. Волонтерское отделение «Клуб Добряков» угощал детей леденцами, пряниками и другими кондитерскими изделиями. Многие мамы детей-инвалидов отмечают, что часто сталкиваются с родительским выгоранием и считают, что одним из решений мог бы стать центр дневного пребывания для детей с ментальными нарушениями. В России в 34 регионах уже существуют подобные центры, но в Оренбурге такого, к сожалению, нет. Потому что это на самом деле непросто, когда, ну не знаю, ребенок постоянно с тобой, и, соответственно, ты видишь о том, что мало что организовано у нас сейчас в Оренбургской области в плане социализации наших детей. В этом году открывается для ребят старше 18 лет новое направление – туристический дизайн. Молодые люди смогут заниматься флористикой. Если вы хотите полюбоваться творческими работами детей, приходите в эти выходные в Молодежный центр Армады, в 6-ю галерею. Елена Кудаева, Андрей Булатов, городской телеканал ЮТВ.